«Видеть» — это первый мой сборник стихов, называется «Под шум дождя». Идея издать сборник стихов, она много лет была в воздухе, и, ну, не знаю, пишу стихи я лет с шести, а лет с двадцати мне стали говорить «издай сборник, издай сборник». Но, как бы, девяностые годы, творчество на нуле, стихи вообще никому не знались, и я так как-то их писала, когда не могла не писать, но в целом мысли издать сборник даже не было, потому что казалось, что это никому, в принципе, просто не надо. И так сложилось, что последние годы, благодаря социальным сетям, я начала выкладывать потихонечку свои стихи, решила попробовать выложить на публикации. И пошли отзывы, что там цепляет, откликнулась, ой, а у меня похожая ситуация. И я вот поняла, что, да, людям прям нравится, то есть мне стали читать, и это стало меня как-то мотивировать больше писать. И так еще сложилось, что я в прошлом году, год назад, мне пригласили на фестиваль литературный и сказали «привези сборник», я говорю, а у меня его нет. А я говорю, да сделай один экземпляр просто к мероприятию, а потом и сдашь. Я думаю, а правда. И буквально за сутки, потому что времени было мало до фестиваля, я сверстала как-то сама первый маленький сборник. Вот. И был уже такой пробный вариант. И в течение года я уже активно думала о том, что надо, надо издать. Мне прям понравилась эта идея. Но я ничего до этого не делала. То есть пока пинка не дашь, ее аж птица гордая, и та же пинка не полетит. Вот. И такой волшебный пинок я получила буквально... Сегодня вот 14 сентября, буквально месяц назад. Чуть-чуть меньше. Чуть больше, вернее. Дело в том, что... Это я так долго была, огородами подходила к главному. Дело в том, что у меня была картина, которую я не продавала. Она была написана в момент очень высоких эмоций, любви, счастья. И я решила, что это слишком личное, и что продавать я ее не буду. Она участвовала в выставках, она даже получила первое место на неделе искусств российской. И у меня спрашивали часто, сколько она стоит, и говорила, не продается. А тут эту картину увидела мама моей подруги. Случайно. И говорит, сколько стоит. Я говорю, не продается. Прошли сутки. Она мне наговаривает огромное сообщение в WhatsApp, что эту картину я дала ей продать. Причем она это очень хорошо мотивировала. И со своей позиции, и для меня. Сказала мысль, которая меня заставила задуматься, что ты держишься за прошлое. Ты эту написала картину год назад, у тебя сейчас уже все иначе, а ты пытаешься сохранить с собой тот момент и мешаешь развитию будущего. И я задумывалась, думаю, а только правда. И стала сомневаться. Может быть, думаю, я зря, отказываясь ее продать. В общем, где-то неделю в этом вели переговоры. За эту неделю было много сомнений у меня, много сомнений у нее. А на какой-то момент, наоборот, она стала говорить, что прости меня, что я тебя пытаюсь твою такую дорогую для тебя картину отнять. Я говорила, но с другой стороны, меня ставили задуматься о таких важных мыслях, о которых я до этого не думала. В общем, в итоге я поняла, что все-таки эту картину я продать не могу, но я могу ее поменять. И если уж ее и менять, это менять на издание сборника стихов. Вот. И когда я ей сказала, что да, я соглашусь в таких условиях, она мне наводила сообщение, она от радости плакала. То есть, вот такого, мне кажется, в жизни просто не бывает. И это вот какой-то такой от судьбы прям подарок и шанс. И еще я не сказала, что эта картина, она сначала была написана стихотворением, которое называется «Под шум дождя». И потом эта картина была написана к этому стихотворению. И сборник тоже, который я делала тогда год назад, я тоже назвала «Под шум дождя» первой пробной. И то есть получилось такое искусство ради искусства. Картина «Под шум дождя» была принесена в жертву сборнику стихов под названием «Под шум дождя». Ну и, соответственно, это стихотворение, которое на обратной стороне книжки «Под шум дождя», оно является таким знаковым. И я вынесла его отдельно на обратную сторону обложки, как вот такой вот символ того, что это состоялось. И именно оно стало таким знаковым, хотя, как мне кажется, я после него написала много стихов, которые лучше уже. Да, и мне оно не кажется сейчас лучше. Обычно на обложку вносят лучше. Но вот оно знаковое. Вот такая вот волшебная история. И самое еще интересное, что ведь издать книжку – это одно, но издательство и магазин они не принимают на реализацию книги просто так от каких-то частных лиц. А тут получилось так, что я случайно познакомилась с сотрудницей библиотеки другой, где у меня была выставка. И оказалось, что она писательница. И мы с ней разговаривали, и я сказала, что хочу издать сборник стихов, и еще и есть издатель. Она сказала, а хочешь, я тебя познакомлю со своим издателем? И этот издатель, он любит стихи, и которые ему нравятся, он берет на реализацию. И поэтому мои книжки теперь будут продаваться во всех крупных магазинах книжных Москвы, Санкт-Петербурга, на книжных ямах Российской Федерации, в Беларуси и в Казахстане. И также будет реализация в США и Израиле. Браво! Вот. И я поняла, что Вселенная меня любит, и что даже такой вот не очень в этом смысле осознанной девушке, которая никак не могла издать сборник стихов. То есть все было сделано для того, чтобы я это сделала. И вот пришли эти вот мысли, ощущения, так что благодаря этому мы здесь сегодня забрались. И сейчас я как раз хочу прочитать стихотворение. Это то самое, которое стало знаковым. Только я возьму книжком. Потому что я по памяти стихи свои не помню. А в картинке твоей нет книги.